Самосовершенствование Китайского народа в новый период социалистического строительства страны. Я, Андрей Денисов, китаевед по образованию, по роду занятий, приглашаю вас стать зрителем моего выступления. Дорогие друзья, или как говорят в Китае, В Китае, когда выступающий выходит на сцену или на трибуну, он обязательно кланяется гостям. Вот так. Тем самым выражая почтение к аудитории. А уж если приветствовать, то я предпочитаю употреблять такое типично китайское приветствие, очень жизненное и, на мой взгляд, очень правильное. Это значит, успели ли вы поесть. Потому что на самом деле это может быть самое главное. Ведь приветствия типа нашего привета или английского hello пришли в Китай в относительно недавние времена. Это такие искусственные конструкции. А традиционно китайцы, насколько я знаю, может быть, меня поправят, приветствовали друг друга ситуативно. Ну вот, например, чыголама или шангбанлама. Идете ли вы на работу? Хябанлама. Идете ли вы с работы? И так далее. По-моему, это более правильно. Ну, так или иначе, мы начали с вами немножечко погружаться в китайскую действительность. И я хотел бы перейти к более серьезному разговору. Итак, Китай. Китай сегодня. Китай – это одна из самых мощных и влиятельных стран современного мира. Китай не только разработал и уверенно выполняет собственную стратегию модернизации, модернизации китайского типа, но и предлагает миру сквой взгляд на развитие человеческой цивилизации. В основе этого взгляда выдвинутая председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином концепция общности судеб человечества. Вот это и есть основа, основа современного китайского взгляда на мир. А ведь, как говорил Конфуций, Если заложена основа, то будет и путь. Путь Дао, в широком смысле слова, это не путь, который дорога, а это путь, который скорее предназначение. Широкий взгляд из Пекина на современный мир подкрепляется целой серией выдвинутых руководством КНР инициатив в области глобальной безопасности, глобального развития, цифровизации в глобальном масштабе. Венчает эту серию глобальная цивилизационная инициатива. Это все выдвинуто буквально в последние годы. И все они, эти слагаемые, входящие, как я уже сказал, в систему, предполагают прежде всего защиту права всех народов на собственный путь. В области ли развития, в области ли обеспечения своей безопасности, на собственную модель национального развития, на равноправие всех этих путей в рамках единого человеческого общежития или, как, опять-таки, сказал председатель Си Цзиньпин, глобальной деревни. Суть идеи, она не вызывает никаких сомнений. Это действительно общее, скажем так, наше жилье. Поэтому пускай будет глобальная деревня. Экономической моделью выравнивания уровня развития для начала в региональном масштабе, а затем в более широком, является проект «Пояс и путь» или «Идай и Лу». Иногда спрашивают, при чем тот пояс, откуда взялся путь. Я вспоминаю, как все это возникло. Сначала был Сычоуджилу, да, «Шелковый путь». В современную эпоху добавили «Сычоуджилу дзиньзидай» – экономический пояс «Шелкового пути». Вот в такой формулировке председатель Си Цзиньпин, выступая в Назарбаев университете в столице Казахстана, выдвинул эту концепцию. Ну, затем она видоизменилась, добавился «Морской шелковый путь». Вообще шелковых путей стало много, и, видимо, вот, в конечном счете «Идай и Лу», надеюсь, на этом мы остановились. Это не просто транспортный проект, не просто проект, как принято говорить, направленный на повышение транспортной взаимосвязанности. Это значительно более серьезная и масштабная идея. Это проект, нацеленный на экономическое освоение обширных территорий на всем евроазиатском пространстве. Потому что мало построить дорогу, мало оборудовать морской порт, мало выстроить аэропорт взлетно-посадочной полосой. Это же все делается не просто так. Это делается для того, чтобы прилегающие территории втягивались в экономическое строительство. Люди, которые там живут, получали работу, причем желательно работу современную, работу, ориентированную на нужды рынка 21 века. Вот что такое пояс и путь. Вообще изложенная система взглядов, вот я уже сказал, сообщество единой судьбы человечества, экономический инструмент реализации, это один пояс, один путь, это вообще говоря единственная в своем роде схема такого мироустройства, если хотите. Потому что ни одна страна современного мира, кроме Китая, человечеству такой целостной системы сегодня не предлагает. Можно критиковать, можно сомневаться, можно усматривать, что этого не совсем достаточно. Но что бы мы ни говорили, эта схема целостная, она динамичная, она дополняется, разъясняется и другой, другой просто нет. Притом Китай со своей стороны, это тоже важно отметить, он ведь никому своих взглядов не навязывает. Иногда говорят, я выступая в Китае по телевидению с коллегами, послами из европейских, западных стран, тогда еще это было можно, всегда просил, когда мне говорили, что вот Китай кому-то навязывает свою идеологию. Я говорил, ну приведите мне хотя бы один пример, как Китай что-то кому-то навязывает. Ну и все. Вот клише, пожалуйста, приводили, а примеров привести не могут. И обязательно добавлю негативных факторов развития, потому что, как говорят в Китае, основываясь на концепциях древних даосов, Каждое явление всегда есть одна сторона и есть другая сторона. Друзья, уже почти полувековой исторический путь китайских реформ и внешней открытости, как говорят в Китае, Гай Гэ Кай Фан Чун Цо прошел практически на моих глазах с осени 73-го года, осени 73-го года, то есть ровно полвека тому назад, когда я впервые приехал в Китай в качестве стажера-переводчика, естественно, вот так все ступеньки от стажера до посла. И я могу сказать, что то, что прошло на моих глазах, этот путь был очень нелегким, порой очень драматичным. Вот молодое поколение китайских друзей, может быть, даже не в полной мере осознает, насколько драматичным был тот путь, которым прошли ваши отцы и мамы за все вот эти годы. Страна не раз оказывалась на перепутье, страна не раз оказывалась перед лицом серьезного выбора, но благодаря, и вот это без всякого преувеличения и желания сказать какие-то приятные слова, благодаря мудрости и выдержке, выдержке нескольких поколений руководства Компартии Китая, как правящей партией и государства, Китайской Народной Республики, страна все-таки преодолевала трудности и находила, находила верное направление дальнейшего развития. В общем-то, так происходит и сегодня. Сегодня, как принято говорить, в новую эпоху, синь-ши-дай. Это такая устойчивая конструкция, устойчивое клише Китая сейчас синь-ши-дай. И внутренние, и внешние вызовы сегодняшнего дня ставят новые задачи, в том числе очень-очень острые. То, что в Китае называют новой нормальностью, синь-ши-дай, утверждается очень непросто, порой болезненно. И наши китайские друзья об этом знают, и в Китае этого не скрывают. Внешний торговый оборот Китая, знаете какой? Более 6 триллионов, 6 триллионов, я подчеркиваю, американских долларов. При этом экспорт Китая больше импорта на 800 с лишним миллиардов долларов. Почти триллион Китай получает в виде, называется, бонуса от того, что его экспорт больше, чем импорт. Это огромные деньги, они все идут в экономику, но вот здесь происходят вполне естественные экономические процессы, которые не всегда, не всегда проходят легко. Так вот, Китай, и я утверждаю об этом ответственно, эту цикличность видит, сложности осознает и адекватные меры принимает. 20-й съезд принял довольно серьезные решения именно в области экономики. И не только экономики, но мы сейчас говорим об экономике. Был взят курс, и Си Цзиньпин, председатель, и генеральный секретарь, говорит об этом из речи в речь, из выступления в выступлении, о том, что ориентироваться надо на качественный рост, на джиля, не шуля, не темпы роста, а именно не на количество, а именно на качество, на сбалансированное развитие экономики, без рывков и резких поворотов. После того, как я уехал из Китая и услежу за тем, что происходит уже со стороны, они вселяют в известной мере, в меня во всяком случае, как специалиста, уверенность в том, что экономика Китая не свернет с рельсов динамичного развития. И это очень важно, потому что нуждается в этом, отнюдь, не только Китае, в этом нуждается мировая экономика. Почему? Потому что экономика Китая – это главный, так случилось, главный драйвер мирового экономического роста. В последние годы, вот если взять годовой прирост мировой экономики, то на Китай, на вклад Китая в этот прирост приходилось треть, 30%. Коллеги, это очень много. Но вот для того, чтобы это стало возможным, нужно все-таки следовать такому достаточно простому, но очень действенному и жизненному призыву, призыву председателя Си Цзинькина, как он сказал, «Лу-чи-хю-дзе-тя-йо-укань!» То есть засучив рукава, прибавить в работе. Если получится, то действительно результат будет достигнут. Дорогие друзья, вот что я хотел сказать вам сегодня о Китае за то короткое время, что мы с вами встречаемся. Надеюсь, это будет вам не только полезным, но и интересным, как это интересно мне всегда со времен моей молодости и начала плотного погружения в китайскую тематику. И завершить я хотел бы одним из китайских пожеланий или двумя. В Китае принято использовать такие формулы из четырех иероглифов. Вот моя самая любимая – это «вань-ши-жу-и». Это значит, пусть ваши 10 тысяч дел сложатся так, как вы того желаете. И есть еще одно. И «фань-фан-шунь» – это значит «ветер удачи в ваш парус». Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ